Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии руководитель информационно-аналитического отдела Рязанской епархии «Протеиерей» Арсений Вилков. Здравствуйте, отец Арсений. Здравствуйте! Встретились мы с вами в очень важное для всего православного мира время – это Страстная неделя. Обстоятельства, в которых в этом году проходит окончание Великого Поста и предпасхальное время, непростые. Распространение коронавирусной инфекции пытаемся предотвратить, скажем так, сообща всем миром, расскажите о том, как в церкви проходит в это время профилактика распространения инфекции, какие меры предосторожности рекомендуете соблюдать, в том числе прихожанам. Давайте начнем с этого, нашу беседу. Конечно, в храмах сейчас соблюдаются все необходимые меры, рекомендованные и врачами, и Роспотребнадзором, для того, чтобы снизить вероятность заражения. Это и дезинфекция самого храма, храмовых помещений, храмовых территорий, регулярное проветривание, использование дезинфицирующих средств при уборке, более частая уборка, конечно, протирание икон. Сейчас, конечно, уже не всегда люди к иконам подходят, и мы говорим, что необязательно икону целовать, можно рядом постоять, помолиться. То есть уже люди сами тоже какие-то меры предосторожности принимают. Несколько было обращений у нас к прихожанам по поводу того, какие меры необходимо принимать. Рекомендуем им всячески тоже следить за своим здоровьем, почаще мыть руки, не трогать разные поверхности, которые могут нести на себе вирус. И, конечно, соблюдать социальную дистанцию. Поэтому и в храмах мы за этим следим, в некоторых храмах даже на метки нанесены на полу, так же, как и в разных общественных учреждениях, для того, чтобы люди могли ориентироваться, на каким образом эту дистанцию соблюдать. Достаточно серьезные правила введены, чтобы действительно предупредить возможность инфекции в храме. Ну и учитывая, что некоторые люди ответственно, особо ответственно относятся к сложившейся ситуации, многие стараются вообще не выходить из дома, но в то же время епархия создала возможность онлайн присоединиться к службе. Расскажите поподробнее об этом. Действительно, сегодня многие находятся в режиме самоизоляции. К этому призывал и святейший патриарх Кирилл. И поэтому сейчас мы организовали трансляции богослужений практически ежедневно. Эти трансляции ведутся в официальной группе Рязанской епархии в социальной сети ВКонтакте. На нашей странице и утром, и вечером можно присоединиться к тем богослужениям, которые проходят в храмах нашего города. В основном это Христо-Рождественский собор и те храмы и монастыри, где совершает служение митрополит Марк. Действительно, многие люди пользуются этой возможностью, хотя, конечно, по сравнению с участием в богослужении, эта возможность несколько ущербная. Но это то, что мы можем сейчас реально предложить людям, которые лишены совсем возможности быть на богослужении. В любом случае рекомендуем вам следить за обновлениями, за новостями. В частности, на официальном сайте епархии Рязанской области будет появляться новая информация, как только она поступит. Да, конечно, как только будут какие-то официальные решения, они сразу будут опубликованы и на нашем сайте, и в наших группах в соцсетях. Да, а теперь об актуальном мы поговорили, а теперь предлагаю о вечном. Чем же так важна страстная неделя для православного мира? Вся эта неделя, конечно, о подвиге Христа. То есть это кульминация пришествия в мир Бога. Если мы с вами, христиане, исповедуем веру во Христа, то, конечно, Христос для нас ключевая личность вообще всей истории, и не только истории земной, но и нашего вечного бытия. И вот в момент страстной седмицы как раз происходит кульминация, когда Бога, Бога-человека, Иисус Христос, берет из себя добровольные страдания для того, чтобы пострадать за грехи всего мира. И вот этими страданиями преодолеть все то зло, которое здесь существует. И Он восходит на крест, умирает, что свойственно всем нам. Но на третий день Он воскресает. То есть Он преодолевает законы этого мира, законы этого бытия, что возможно только Богу. Вот эта страстная неделя, она еще отличается тем, что каждый день символичен. Может быть, вкратце расскажем о каждом дне, который именуется великим на страстной неделе. На самом деле, страстная неделя, она начинается еще с воскрешения праведного Лазаря. Такого явного и яркого... Суббота, получается. Да, суббота, явного и яркого чуда, которое Христос совершает перед своими страданиями. Далее, после воскрешения Лазаря, практически страстная седмица повторяет каждый день, который проживал Христос в последние дни его земной жизни. Если мы возьмем Евангелие, мы практически по дням восстановим события, которые происходили. Это и вход Господний в Иерусалим, когда Христос въехал на осле в Иерусалим, а это был знак царского пришествия, причем прибытие царя с миром. Когда завоевывали города, то царь, который въезжал на коне, означал такой воинственный подход, и все понимали, что это завоеватель, что он здесь установит свою авторитарную власть. А царь, который въезжал на осле, означал, что он пришел с миром, что он мир принес. И вот Христос въезжает на осле, это было предсказано о нем, да, в Ветхом Завете. Его встречают очень торжественно, радостно. И вот в эти дни первые, когда Христос ходил в Иерусалим, он ночевал в Вифании, где он воскресил праведного Лазаря, с утра возвращался в Иерусалим, он много учил в храме, он произнес много притч, которые, конечно, внимательных слушателей наталкивали на размышления. Он общался и с фарисеями, обличал их. И все это происходило до среды, дня, когда Христос был предан Иудой, потому что фарисеи уже давно искали случая, они деньги обещали тому, кто сможет его предать. И вот нашелся среди учеников Христа такой человек, Иуда, который за деньги, кстати, за большие деньги, 30 сребрников, это немалая сумма тогда была, решил Христа предать. И вот такой момент представился после Тайной Вечери, это день четверга, когда мы воспоминаем Тайную Вечерю установление Таинства Причащения, когда Христос собрался на Ветхозаветную Пасху со своими учениками, преломил хлеб, собственно, сказал о хлебе и о чаше, которую он предложил ученикам, это есть тело мое и это есть кровь моя, которая из вас проливается во оставлении грехов. Это творите в мое воспоминание. И вот после этого Иуда вышел и пошел к фарисеям, чтобы Христа предать, и привел он их в итоге в Гефсиманский сад, куда Христос пошел со своими учениками после Тайной Вечери. На Тайной Вечери он много наставлений им дал, он произнес свою молитву Богу Отцу о том, чтобы все были едины, как и отец с сыном. И затем в Гефсиманском саду произошло его моление, вот это внутреннее борение страшное, когда он по-человечески испытывал страх. Это свойственно всем людям и свойственно было Христу. Но по своему божеству он понимал, что должно совершить то необходимо, и поэтому, молясь своему Отцу, он говорил, «Доменет меня чашись, и оно не моя воля будет, но твоя». Тоже пример нам молитвы, с которой мы можем к Богу обратиться. Ну и вот в этот сад Гефсиманский пришли фарисеи, садукеи, учители-законники со стражей, и, собственно, там они Христа и взяли, потому что Иуда им показал на Христа, дал точный знак, кого взять нужно. И затем его повели на суд, и вот здесь уже разворачивается страшная картина мучений бесконечных, издевательств, как будто все зло мира ополчилось в этот момент на Христа, безгрешного Бога-человека. Это долгое судилище, которое всю ночь продолжалось, и только утром Христа отвели на суд Пилату, который в то время был правителем этой области иудейской. Суббота – это особый день тишины, если обратить внимание, то в этот день даже природа замирает. Мне неоднократно приходилось это наблюдать, по крайней мере, когда мы на богослужении, когда мы рядом с храмом, когда мы идем с плащаницей Спасителя вокруг храма, такой чин погребения совершается в память о том шествии, которое совершилось от креста до гроба, когда тело Христа несли. И видно, что очень тихо, такое вот состояние очень тихо. Ни ветра сильного нет, ни листочки не колышутся у деревьев. Такое замирание. Ну и затем вот это замирание, оно постепенно, 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 постепенно приходит к пасхальной радости, когда жены мироносятся, идут рано утром, в воскресенье, ко гробу, чтобы помазать тело Христа специальными благовониями. Это было положено при погребении, но они не успели этого сделать, потому что приближалась Ветхозаветная Пасха, и в этот день ничего нельзя было делать. Это особый был день для иудеев. И поэтому они в воскресенье пошли уже завершить, скажем, погребение. Но когда они пришли, они уже Христа во гробе не увидели. Они увидели ангела, они увидели свидетельство того, что гроб пуст, но Христос воскрес. И вот это, конечно, все сразу изменило в жизни и в истории человечества. И с этим праздником, конечно, он почитаем и любим в народе, связано множество различных традиций. Все мы знаем о традиции красить яйца и освещать куличи. Вот сейчас в связи с сложившимися обстоятельствами тоже есть возможность некая. Кто-то придет в храм и сам освятит, а в храме непосредственно в присутствии. Но есть еще способ освятить ему самостоятельно. В Великую Субботу по традиции совершается освящение пасхальной снеги. Куличи, пасхи, яички. Это благословение, даже не освящение, это правильно называть благословение, символизирует собой окончание постнического подвига, начало уже праздничного периода времени, в том числе и праздничные трапезы. Ну и, конечно, несет свою символику. Кулич, он символизирует Христа. Христос, он назван хлебом жизни в Евангелии. И особый хлеб мы освящаем на Пасху, он называется Артас, в храме он освящается. Что касается Пасхи, то Пасха даже по своей форме, она напоминает гроб Христа. То есть, это вот та самая пещера, из которой Христос воскрес. И яички – это вообще удивительный символ жизни, сокрытой в скорлупе. То есть, вот как бы камень сверху, а внутри жизнь. И потом этот камень ломается, и жизнь выходит наружу. Вот поэтому яйца. А почему красят? Есть интересные предания о равноапостоле Марии Магдалине, которая тоже, как и апостолы, ходила с проповедью о Христе. Это центральная тема вообще свидетельства христиан на основании этого факта воскресения Христа, вся христианская вера основана. И вот она тоже ходила и пришла к римскому императору Тиверию, протянула ему яйцо со словами «Христос воскрес». А он ей отвечает, что как может человек воскреснуть? Это так же невозможно, как то, что если это яйцо вдруг станет красным. Вот на его глазах это яйцо покраснело, и он сказал «Воистину воскрес». Это предание, имеет ли оно отношение к действительности или нет. Но, по крайней мере, оно закрепилось, и яйца красят в разные цвета. Это именно настроение, настроение праздника. Такое яркое, очень жизнерадостное, наполняющее нас такой великой радостью. Если вы совсем не выходите из дома, то вы можете на своей пасхальной трапезе, это даже не надо делать заранее, а вот когда будете уже праздновать Пасху, прочитать или спеть «Тропарь Христос воскресе из мертвых», главный песнопение Пасхи, трижды его можно спеть, и затем святой водой, которая обычно у всех есть, это может быть и крещенская вода, покропить. Вот этого будет вполне достаточно. Не нужно специально приходить в храм. Нашим прихожанам, которые одиноки, совсем не выходят из дома, и больше никто не может к ним прийти, мы можем им помочь с доставкой на дом куличей освященных. Если это необходимо, вы можете обращаться в те храмы, которые вы посещаете, прихожанами которых являетесь. Так что сейчас все организовано для того, чтобы человек меньше необходимости имел быть в общественном пространстве, в каких-то массовых собраниях, для того, чтобы обезопасить себя. Итак, в нашей студии был руководитель информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков. Спасибо вам большое, отец Арсений, что нашли время, пришли к нам в студию, так подробно рассказали о символах, о сути праздника и предпраздничной недели. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова